Турецкие военные начали наземное наступление в Сирии. Война в Сирии Турецкие военные начали наземное наступление в Сирии 22-49 октября 2019 года. Обновлено 22-59 октября 2019 года. AP Photo, Leftovers Pitarakis От бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019 года. AP Photo, Leftovers Pitarakis Дым от бомбардировок на северо-востоке Сирии. 9 октября 2019 года. Анкара, 9 ок 3 новости. Турецкая армия начала наземную часть операции «Источник мира» на севере Сирии. Как сообщили в Минобороны Турции, действия проводятся совместно с оппозиционной свободной сирийской армией. О начале операции объявил турецкий президент Реджеп Таип Эрдоган. По словам главы государства, она направлена против запрещенной в Турции рабочей партии Курдистана и Исламского государства. 21.00 РИА Новости Опубликовано видео ударов турецких войск по северу Сирии. Турецкие военные надеются очистить приграничные территории от курдского ополчения, а также создать зоны безопасности и разместить сирийских беженцев. В Анкаре ранее сообщали, что в Турции находится около 4 миллионов сирийцев, которых страна не может бесконечно содержать. По данным сирийского государственного телеканала «Икбарайе», турецкая армия атаковала города Дарбасе, Маликия, Камышла в провинции Хасеке и города Тель-Абьет и Айн-Иса в провинции Рака. Кроме того, турецкая авиация нанесла удары по линии электропередач, снабжающей энергией водонапорную станцию «Алюк» и по плотине Сафан к северу от Маликия. Как сообщили в пресс-службе сирийских демократических сил, жертвами операции стали трое бойцов СДФ и пять мирных жителей. Еще несколько человек пострадали. По информации «Икбарайе», при обстрелах Камышлы погибли трое ДТ и женщина. Озабоченность происходящим выразил генсек ООН Антонио Гутиреш. Как сообщил заместитель его официального представителя Фархан Хак, любые военные операции должны соответствовать уставу ООН и международному гуманитарному праву. 17.22 Ария новости Турецкий Гамбит. Зачеманькара ввела войска на север Сирии. Продолжение следует... Продолжение следует...